За право заявить о себе на область, а позже и на всю страну, в Центре молодежного творчества боролись четыре десятка коллективов. Это талантливые ребята из всех уголков Брещины. Многие из них традиционные участники таких проектов, а кто-то пока делает свои первые шаги на большую сцену. Народные танцы, самобытный фольклор в акапельном исполнении, современные зажигательные мотивы. Конкурсанты удивляли жюри своими талантами и костюмами. Конечно, хотелось бы поучаствовать в исповеканском конкурсе, но уже как получится, еще результатов мы не знаем. Но я хочу сказать, что от конкурса я ожидаю в первую очередь положительных эмоций. Хочу, чтобы это запомнилось нам еще на долгие годы и чтобы нас тут запомнили. На почетный статус претендовало порядка 500 ребят. Пять сотен восходящих звезд. Удивительная цифра, но талантов гораздо больше. Они поют, танцуют, читают стихи, играют на музыкальных инструментах, демонстрируют цирковое искусство и даже раскрывают свои дизайнерские таланты. В театре моды 10-й школы города Бреста те девушки, которые не боятся смелых экспериментов со своим стилем и с жизнью. Наша коллекция называется «Фольк Спринг», то есть «Народная весна». Мы хотели показать, что в современной моде могут быть этнические мотивы, как в наших платьях. Это и рисунки, и вот букет, наша главная модель невеста. И каждая коллекция, каждое платье – это как бы своя история. Финальный голоконцерт юбилейного пятого по счету конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!» состоится в столице страны уже 28 марта. Уникальный проходящий раз в два года масштабный проект подарит билет на большую сцену самым талантливым белорусам. Тяжело будет отдать на республике по одному первому, по одному второму. Я думаю, что будет борьба. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.